Всем привет! Я вот в таком необычном месте со своим сыном. У нас тут фестиваль Малины, и мы хотим вас взять с собой вместе. Сегодняшний тур не подразумевает посещение большого количества мест, но обещает быть интересным и необычным. Давайте пройдем, посмотрим. Вы посмотрите, какая красота, просто фантастика. И там тоже. Давайте пойдем посмотрим, что же нас тут ожидает. Ой, как красиво! Вы только гляньте. Тут цветы шикарные, конечно. Ладно, я себя убираю и показываю вам фестиваль малины. Будем лопать ягоды. Ой, слушайте, какое место красть. Вон там написано Азнавамуру Паратон. Это фестиваль малины. По-армянски малина Азнавамури. Благородная ежевика, наверное, в прямом переводе. Так. Ой, как те старички классно сидят. Тетка-пожарник. Тетка-пожарник. Красота! Давай сначала походим. О, тут дети рисуют. Круто. Пойдем посмотрим. Ну, не теряйся. О, тут наши армянские умельцы представлены. Сюник славится своими мастерами по глине. Батик, как видите, представлен с армянскими мотивами. Тут коронат, абрикос. Ну, как вот наши мастерицы. А что тут еще есть? Давайте глянем. А тут, собственно, сама виновница торжества. Да, у нас. Смотрите, как красиво оформили. Ты пройди. Ну, какие-то сняшки. Красота. О, кукуруза. Клиняные наборы для кофе. Вот, здесь тоже малина. Какие-то пироженки. Наш лов малина. Вот, какая красота. Рёва? Фантастико. Путняки нам. Тут чизкейка не хватает. Пошли. О, как здесь много павильонов. Сядем. Давай в трасске сядем где-нибудь. О, а тут... Ребят, посмотрите, какие классные работы крючком. Детские вещички. Прихватки. Прихваты. Джем хочешь? Джем хочешь? Вот видите, написано. Органическая сельскохозяйственная продукция Армении. Отлично. И пошел, и пошел. Тут, конечно, рай для селфи-мейкеров, потому что, смотрите, как тут красиво, сколько здесь цветов, самых-самых разных. Вон девушка симпатичная, какая платьица миленькая, и она самая миленькая какая. Цветы тоже невероятной красоты. Ой, какие хорошенькие. Ой, а там прямо огонь, пожар. Супер. Ой, и прямо туда теплицы какие-то. Если честно, я от гида отбилась, я так и не поняла, что это за место такое. Ну, я не думаю, что это какой-то такой важность имеющий объект, чтобы знать, где мы. Может, какой-то административный центр, не знаю, вот это здание, потому что такая ухоженная территория. Я купила себе... Ну, боже, ты за мной идешь, нет, не теряешься. Я себе на днях приобрела кепку, потому как скальп жалко под нашим бешеным солнцем. Ну, вот видите, какие цветы, слушайте, фантастические. Дорога очень длинная. До этого места и дальше, куда мы пойдем, где-то 200 с лишним километров. Это дорога, которая ведет также к монастырю Тат-Хэф, в котором я была в прошлом году. Видео оттуда есть. Он ведет, питается... Ну, малина, конечно, шикарная, крупная такая, сочная. Прямо тут маскарпоне не хватает. Было бы вообще здорово. Рубашка все хочет, чтобы мы, это... Джем какой-нибудь купили бы отсюда. Ну, давай пойдем вернемся к этим местам. Посмотрим. О, он там вот, этот воздушный акробат наш, уже на колесе каком-то катается. Дальше у нас по плану два места всего лишь. Водопад Шаки и Толорское водохранилище. Ой, не могу, эти цветы меня просто убивают. Вы только посмотрите, какая прелесть. Фантастика. И там как здорово люди отдыхают. Я, честно говоря, весьма скептически относилась к этому фестивалю. Но, как оказалось, очень даже прилично организовано. Так, я тут фотографироваться не буду, но сниму фотографирующихся. Знаете, какая арка красивая сделана. Ой, цветы какие красивые. Очень здорово сделано. Ой, какая прелесть. Сколько цветов. Вы только сюда посмотрите. Просто фантастика. Мы решили кинуть Костя вот в такой вот, на такой вот живописной лужайке. Сидим, лопаем малину на берегу вот такого вот водоемчика. Я разжелась на три банки джема. Он, в принципе, одинаковый. Показываю. Ну, собственно, здесь показывать особо нечего. Малиновый джем. И традиционная армянская гата. Очень вкусная штука. Всем, кто приезжает, советую. Малиновый джем. Малиновый джем. Малиновый джем. Субтитры делал DimaTorzok На потеке этого водостропилища оказалась затопленной церковь XVI века, церковь Святого Корабля. Сейчас я ее вам приближу, вы увидите за моей спиной. Крыша осталась только видна. Когда бывает очень жарко и вода сильно милеет, то в церковь даже можно мешком дойти. Но сейчас она полностью скрыта. Самое интересное то, что местные жители говорят, что в годы, когда бывает очень многоводным это водохранилище, как гора Божья, на деревню обрушивается крад, ливень, ураган, уничтожающий весь урожай. В советские годы, в 70-е, повторюсь, она была создана, просили люди по камням пронумеровать и перенести церковь куда-нибудь подальше от водохранилища. Но советские власти решили не тратиться на какие-то дела. Приближаю вам церковь саму. Ну вот, как видите, немножко приближаю. Вот бедная и несчастная церковь стоит полностью похороненная под водой. Водохранилища достаточно, представьте себе, сколько там воздух уходит, если это только крыша-центр. Вот она такая одиночная степень. Вот такая вот история. Так, мы сейчас находимся на подступе к водопаду Шаким. Пока группу я пропустила вперёд, видите, как нас много, 50 человек, чтобы как бы мы друг другу не мешали. Это река Воротан, одна из самых таких бурных рек. Своё название шумных она получила именно от слова шумный, потому что ворот по-армянски означает шум. То есть, дословно переводя, это шумная река. Вот, мы сейчас должны куда-то вот так вот по тропинке идти. И давайте, пока мы идём, я вам кратенько так, кратенько расскажу легенду, связанную с названием этого водопада. Посмотрите, какая красота, фантастика. Здесь скалы, горы фантастические просто. Так, значит, Шаки – это женское имя, старинное, армянское. Согласно легенде, 93 армянских девушек захватили мусульманские захватчики. И дабы спастись от позора и не попасть в гарем, у наших девушек вообще по всей Армении была такая, ну, традиция, не традиция, но зачастую, чтобы спастись от позора, они бросались в ущелье, со скал спрыгивали, в бурные реки кидались. Ну, в общем, это не считалось самоубийством, это считалось избавлением от бесчестия. Это характери. Да, и все эти 93 девушки пытались как-то вот так вот спастись, но, согласно преданию, удалось это сделать только девушке по имени Шаки. Я читала в энциклопедии легенду саму. По версии данной энциклопедии, значит, она попыталась переплыть вот эту вот реку Воротан, и в тот момент, когда захватчики эти враги попытались ее догнать и вернуть, за ее спиной выросла скала, с которой бурная река начала вот переваливать, и сплошной стеной спрятала ее, то есть перегородила путь захватчикам и спрятала ее в своих водах, как и образовался водопад Шаки. Кстати сказать, к слову о выражающих недовольство туристах, история дубль два. В One Way Tour, ну, собственно, думаю, как и в любом турагентстве, существуют и тематические туры, то есть с посещением каких-то реально исторических достопримечательностей, церкви, храмы и прочее. И эко-туры, то есть когда вы познаете природу Армении. Соответственно, да, и места эти, они в самых разных регионах расположены, то есть это может быть очень-очень далеко от столицы Армении, и тупо туда просто надо 3-4 часа трястись в автобусе, чтобы доехать вот до этого места. Вы понимаете, вот водопад, который вы сейчас увидите, это была моя просто больная мозоль. В хорошем смысле слова я мечтала его увидеть. С прошлого года. Я его как увидела на фотографиях, это стало просто моей голубой мечтой. Мне было уже на все плевать, я хотела увидеть Шаки. И когда я сегодняшний тур увидела, думаю, ладно, малину покушаем, увидим затопленную церковь, и самое главное, Шаки. Мама! У меня такое ощущение было, когда я приближалась к водопаду Игуасуру. Боже, не мешай. Короче, не надо выражать недовольство тем, что мы мало задерживаемся в местах, в которые приехали. Ну вот, допустим, вот это вот водохранилище, которое я вам показала. Ну, больше 10 минут или 15, вы по факту там не можете, там нечего делать. Но опять люди недовольство выражают. Бедную девушку-гида довели чуть ли не до истерики. Ну, каждый хочет показать себя начальником, понимаете? Так что, если вы выбрали эко-тур, это значит, что вы просто посмотрите на какие-то красоты, то очень многое, чего из автобуса увидите. Одним словом, наслаждайтесь поездкой и не портите друг другу нервы. Итак, вся группа у нас уже у водопада сконцентрировалась. Я хочу опять-таки дождаться, чтобы они обратно пошли, чтобы я смогла его нормально поснимать. Просто, знаете, первое впечатление, когда из вот этих вот зарослей вылезаешь, и вот... Нет, нету дяденьку, видишь, и не этого дяденьку. А вот эту роскошь. Вы только посмотрите. Ради таких зрелищ... Рубаш, подожди, я сейчас подойду. Ради таких зрелищ реально стоит жить. Скажи, какая красота. Впечатляет, правда? Нет, окей, а может быть, неудобная или... Соледяная. Неудобная? Нет, не съедобная, а послевая. Соледяная. Это счастье, реально. Это просто нечто. Посмотрите, какая мощь. Вы только посмотрите, где я. Самый дед. Откуда стекает? У-у-у-у! Теперь надо отсюда спускаться. Вот по такой скользкой тропинке. Мама. Ладно. Идем. Это вода. Это колючки, Руболь. Ужасные. Смотрите, какие колючки. Все, пошли. К сожалению, нам уже пора обратно. Очень печально прощаться вот с таким вот волшебным местом. Но на этом наш тур заканчивается. Очередная сказка подходит к концу, но впереди у нас еще много всякого интересного ожидается. Так что всем большое спасибо, что вместе со мной и с компанией One Way Tour посетили еще одно интересное место Армении. И надеюсь, что когда вы сюда приедете, вы обязательно воспользуетесь услугами One Way Tour и насладитесь интересными историческими и природными местами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok